Вы смотрите информационный выпуск программы новости на телеканале ТВС. Здравствуйте! Сегодня я и мои коллеги расскажем. Кабинет сурдологии и передвижной асфальтобетонный завод. О таких планах, а также об итогах развития Рудного за первое полугодие рассказали в Акимате. Кафе под окном. Жители мира 6,8 против строительства, которое развернулось прямо между домами. Убежище для тех, кто находится в трудной ситуации и место для отдыха ветеранов. В Рудном заработал Центр поддержки семьи и активного долголетия. Размер среднемесячной зарплаты в Рудном достиг 347 тысяч тенге. Такую цифру на совещании в стенах Акимата озвучила руководитель отдела экономики. Она также поделилась основными социально-экономическими показателями, которых достигли городские предприниматели за последние полгода и рассказала, какие новые бизнес-объекты появятся в Рудном до конца 2023-го. На 310 миллиардов тенге выпустили продукции промышленные предприятия Рудного с начала года. При этом индекс производства в горнодобывающем секторе составил лишь 79,9%. Из-за влияния геополитической ситуации добыча железной руды снизилась на 18%, производство товарного концентрата на 15% и окатышей на 23%. Все надежды сейчас обращены на европейский рынок. Если этот маршрут у нас будет удачным, то есть ситуация поправить данную ситуацию в более лучшую сторону. Поскольку сегодня прорабатываются вопросы работы по Китаю. Китай сегодня берет основной поставщик нашей продукции. Но, к сожалению, с полутора миллионов тонн ежемесячно мы упали на 1,1 миллиона тонн. То есть 400 тысяч тонн, мы недопоставляем продукцию, отсюда сегодня все показатели у нас не выполняются. Надеемся, что сгрузки на Европу, и если это качество будет удовлетворять европейских партнеров, то тогда, возможно, мы эту ситуацию выправим. Лучшие дела обстоят в обрабатывающей отрасли, где производство выросло больше, чем на 26%. Увеличился выпуск огнеупоров, кирпичей, пива, химических товаров и макаронных изделий. Положительная динамика наблюдается и в малом и среднем бизнесе. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы с начала года по субсидированию процентной ставки одобрено 40 проектов на сумму 1,394 миллиона тенге, по гарантированию 24 проекта на сумму кредитов 536 миллионов тенге. По реализации нефинансовой мероподдержки получили консультации 410 предпринимателей. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства по городу Рудному в 2023 году за счет частных инвестиций будет реализовано 13 проектов на общую сумму 2,244 миллиона тенге. С начала 2023-го в Рудном открыли пункты общественного питания на кухне, три супермаркета «Инмарт» и кернохранилища. Вкупе это позволило создать 61 рабочее место. До конца года планируется запустить в работу передвижной асфальтобетонный завод, модернизировать действующее производство молокозавода и завода по производству полиэтиленовой продукции, реконструировать цех дробления и сушки бокситов, завершить строительство мини-маркета автокомплекса и ойл-центра замены масла. Также в городе намерены открыть кабинет сурдологии и аудиологии. По последним данным, безработица в Рудном держится на уровне 0,8%. Это 598 человек. На совещании отметили, что среднемесячный размер заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25,4% и составил почти 347 тысяч тенге. За содействием в трудоустройстве обратилось 2075 человек. Оказано место содействия занятости 1950 заявителя. Трудоустроено на постоянные рабочие места 912 человек, на общественные работы 301 человек, на социальные рабочие места 68 человек, на молодежную практику 11 человек, по проекту «Серебряный возраст» 51 человек, по проекту «Первое рабочее место» 20 человек, контракт поколений 3 человека. Отдельно в отчете затронули жилищное строительство. Сейчас в Рудном возводят 6 многоэтажек в 39-м квартале и разрабатывают проект по строительству 9-ти этажки по улице Сандригайла. Три дома введут в эксплуатацию до конца 2023-го. Это позволит обеспечить квадратными метрами 165 семей из числа очередников. Еще 124 квартиры местный исполнительный орган планирует выкупить из частных рук для жителей и социально уязвимых слоев населения. Компания «Экотехсервис-2019» прекратила предоставление услуг по вывозу мусора. Свои услуги она не предоставляет населению с 1 августа 2023-го. Накануне сотрудники фирмы вывозили со стоянок свои баки, а также очищали от отходов мусоросборники, производили их обработку перед последующей консервацией. Одновременно с этой информацией появились сведения о том, что обязательства ЭТС по обслуживанию контейнерных площадок и вывозу мусора возьмет на себя Элтрейдинг. Компания уже установила баки, в том числе около девяти этажек, где до последнего пытались сохранить мусорпроводы. Срубили деревья, теперь намерены построить кафе. Прямо под окнами двух жилых домов 6,8 по улице Мира разворачивается строительство бизнес-объекта. Рудничане в недоумении, часть квартиры из-за такого решения останется без доступа к солнечному свету. Дети лишатся отличного участка для игр, а само заведение может стать причиной лишних беспокойств для целого района. Мои коллеги разбирались в непростой ситуации, смотрим сюжет. Вот такие видеоматериалы и фотографии в выходные дни появились на многих городских пабликах. Их на различные интернет-ресурсы присылали жители Мира 6 и 8, которых весьма обеспокоила повальная вырубка зелёных насаждений на территории между домами. Просто в субботу и воскресенье начали спиливать деревья. Никакого ограждения, ничего. У нас здесь дети бегают. И тут же идёт повальный срез деревьев, выпиливают деревья, началась вырубка. Акимат не в курсе, никто разъяснение дать не может. То есть, соответственно, получается несанкционированная свалка деревьев у нас. Установить причины вырубки деревьев удалось только в понедельник, после неоднократных обращений в различные отделы городского Акимата и даже прокуратуры. Однако то, что узнали жильцы, повергло их в дополнительный шок. Здесь планируют строить, как нам объяснили в Акимате, кафе. При этом землю передали на аукционе ещё с 2018 года. Александр Соболев после такой новости приступил к выяснению всех обстоятельств дела. Благо, в таких вопросах он подкован. Сам является предпринимателем, в штате у него работает юрист. Пока известно немного, но имеющейся информации хватает, чтобы говорить о возможных нарушениях. К примеру, на портале egov.kz на кадастровой карте города указано, что земельный участок был выдан на 4 года, до 27 июня 2022 года. Если Акимат действительно передал это в 2018 году, то есть налицо факт неиспользования земли, взятой в аренду, и она по закону должна была быть через суд, в судебном порядке, да, возвращена государству. И это далеко не единственный момент, вызывающий вопросы. Как аукцион проходил, на каком портале, непонятно, потому как на сайте госреестр этой земли не было. С 2017 года мы все проверили. Эта земля не выставлялась на аукцион, то есть она не передавалась в собственности, как право аренды на нее не продавалось. Если сегодня эта земля находится в собственности частного лица, то есть в первую очередь нужно проверить, конечно, законность передачи государственной земли в частную собственность. Ну и, я думаю, во вторую очередь сразу же это проверить, насколько правомерно все согласовано со стороны отдела архитектуры и градостроительства. Потому как, во-первых, у нас с одной стороны проходят инженерные сети, с другой стороны проходят у нас силовые кабеля, вот здесь же у нас и проходит и охранная зона. Пока Александр подходит к ситуации с законодательной стороны, другие жильцы рассматривают случившаяся чистость человеческой позиции. Все понимают, что строительство кафе – это дополнительные неудобства. Как минимум строение перекроет доступ дневного света в окна квартир на первых этажах. А если в данном заведении будут реализовывать спиртное, то недалеко до нарушения тишины и общественного порядка. Здесь хотят поставить кафе, то есть под нашими балконами. А зачем нам здесь увеселительное заведение, если их достаточно хватает в районе? ТРЦ «Горняк» имеет достаточно хорошие, престижные рестораны. Кафе напротив парка. Несколько кафе, которые стоят по улице 40 лет октября. В центре города кафе есть. Вот Сакура. Да, вот есть парк «Достык». У нас достаточно объектов, которые могут выступать и объектами торговли, и какими-то объектами отдыха. Но ставить кафе между домами вот здесь, вот на пустыре, то есть это… Мы считаем, да, что это недопустимо. Все жители против. У нас здесь дети. Вот, у меня пять детей. У нас супруга, вот пять детей, она сейчас вот в положении. В сентябре у нас будет шестой ребенок. У нас здесь очень много многодетных семей. Очень много у кого дети, по два, по одному ребенку. Они все здесь гуляют. Дети здесь играют. Это, ну, это, можно сказать, наш парк между домами. Чтобы расставить все точки на дым, мы запросили официальный ответ по данному вопросу от Акимата. Там о сложившейся проблеме в курсе. По крайней мере, еще в понедельник глава города Виктор Ионенко на совещании по итогам социально-экономического развития города сообщал, что руководители отделов Акимата плохо информируют жителей о проводимых работах, а также дал поручение разобраться в законности происходящего. Сегодня по данной проблеме выступят несколько специалистов. Будем держать вас в курсе. В Рудном открыли первый в Кустанайской области Центр поддержки семьи активного долголетия. В одной его части будут предоставлять временный приют семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а в другой наполнять яркими впечатлениями жизнь рудненских пенсионеров. В числе первых в стенах учреждения побывала наша съемочная группа. Момент, которого рудненские пенсионеры ждали с появления клуба активного долголетия. Сегодня это уже не клуб, а центр, и посещают его почти 300 жителей серебряного возраста. До этого дня проводить досуг им приходилось на разных площадках. Теперь общаться, читать, заниматься спортом и рукоделием можно под одной крышей. Местные власти определили отдельное здание по адресу Горняков, 74, под Центр поддержки семьи и активного долголетия Жануя. Это ремонтировали, сделали для того, чтобы вам было где привести время. Самое главное, это на боль одиночества. Никогда человек не должен оставаться один. Если так сложилось по жизни, что человек остается родственным и один, то он должен обязательно быть с друзьями, обязательно быть вместе с коллегами по работе, с теми, кто сегодня разделяет интерес к какому-либо виду спорта, или жахматы это будет, или это вязание будет крючком, или вышивание крестиком, разницы нет. Самое главное, чтобы было общение. И вот это здание будет для того, чтобы вы могли в любое время сюда приходить, в любое время могли здесь общаться. А чем заниматься, это ваше желание, что вы захотите. Мы будем стараться сделать все. Для пенсионеров в Центре Жануя обустроили несколько локаций. Конференц-зал для литературного клуба, встреч, мастер-классов и тренингов. Спортивный зал, где будут проводить лечебную физкультуру, йогу и зумбу. Зал для игры в настольный теннис. И малый зал, где жители на заслуженном отдыхе будут рисовать, вязать, лепить, иными словами, заниматься творчеством. Кроме того, на церемонии открытия глава города вручил представителям Центра сертификат на 3 миллиона тенге для покупки звукового и видеооборудования. Узнала подружка, ходила сюда на танцы. Она давно очень ходила, пригласила меня. Было очень тяжело, очень страшно, потому что осталась одна, скучно, востребована была. А тут попала в такой хороший круг. И у нас хорошие тренера, хорошие девочки. Они психолог, очень у нас хороший. Зумба у нас очень хорошая, движения такие хорошие. Хочется жить и общаться. И вообще очень классно. Центр скрашивает будня жителей за 60 абсолютно бесплатно. У нас прием не ограничен. Есть в соцсетях наш инстаграм. Мы с удовольствием всех принимаем, всех записываем, всех распределяем. И каждый найдет себе здесь место и занятие по душе. Здание рассчитано на 120 мест, причем только 70 отводится пенсионерам. Остальные 50 определены под центр поддержки семьи. Здесь могут обрести временный приют ячейки общества, которые по разным причинам остались без крова. Например, из-за пожара. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. Уютные комнаты, столовая и прачечная. Будет создана комиссия и будут определены, конечно, какие-то критерии, по которым будут отбираться. Но в первую очередь это семья, чтобы была семья, которая нуждается в крыше над головой, которую мы можем предоставить до полугода. Вопросом определения семей в центр занимается отдел занятостей и социальных программ. Кроме того, по Горняков 74 отныне будет базироваться городской совет ветеранов. На сущный вопрос мы запускаем рубрику под таким названием, которая будет выходить в эфир по средам. Надеемся, что она станет своеобразным рупором, через который рудничане смогут донести свое мнение на ту или иную тему до окружающих. Пилотная версия посвящена переименованию улиц города. В прошлом выпуске новостей мы показали сюжет про Амара Туртбаева. Благодаря ему в городе была открыта первая мечеть, появились первые классы и даже школа с казахским языком обучения. Это неоценимый вклад человека в развитие рудного. Активные рудничане не желают оставлять такой поступок без должного внимания. Сегодня они ратуют, чтобы одна из школ либо улиц города были названы именем Амара Туртбаева. Насколько известно, рудничане очень щепетильно относятся к таким вопросам, особенно когда дело касается переименования улиц города. Но каким названием рудничане оказались бы все-таки рады? Уже знаешь эти улицы сами. Нормально все, хорошо. Я бы оставила бы так. То есть привычно, да? Да. Уже привыкли. Не хотим уже никакие улицы менять, ничего. Я бы оставила привычным названием. То есть ничего не меняли бы? Наверное, известных героев, а больше. Но только не депутатов и не президентов, а известных героев. Города или страны, допустим? Ну, страны и города, конечно. Я вообще-то за то, чтобы, конечно, можно было бы, для меня, например, я бы оставила, потому что я и родилась здесь сама, в городе Рудном. Есть, конечно, и знаменитые, вот, например, Жентимиров со мной работал. Я даже рада, что фамилия его улицы названа была. Я считаю, это нормально. Очень хорошо было бы. Я бы не хотела, чтобы переименовывали. История должна оставаться историей. То есть вы за то, чтобы все сохранилось? Да. Если будут строиться новые объекты, новые улицы, пусть дают новые названия. А старые пусть остаются. Это же наша история. Мне как-то и старые названия нравятся, чтобы не путаться. А то новые улицы появляются, и получается, как бы, ты не знаешь потом, куда ехать и что искать. То есть ничего бы не меняли? Нет, конечно. Я бы хотела, чтобы все осталось. Я старая, и поэтому все должно быть по-старому. Так же остались бы все. Так? Ничего не меняли? Нет, нет ничего. Молодежный веломарафон стартует в 10 часов 5 августа на Центральной площади. Для участия в спортивном событии приглашают жителей от 14 до 35 лет со своими велосипедами. Предварительно зарегистрироваться можно по телефону 8 700 158 48 65. Это все новости на сегодня. Мы завершаем выпуск. Увидимся вновь в пятницу в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова